Здравствуйте, это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Удивительные истории». Ольга всегда была красавицей, с самого детства. Мальчишки дрались между собой за право носить ее портфель, а девчонки тихонько заведовали красивому лечику и стройной фигурке. Несмотря на то, что Оля росла в бедной семье, мать старалась выкроить для нее немного денег хотя бы на простенький наряд. Эти обычные, казалось бы, вещи так безумно шли девчонке и подчеркивали ее стать, что глаз было не отвести. Словом, Оля в школе сияла, как звезда. «Кем ты хочешь стать?» – однажды спросила ее классная руководительница. «Моделью, наверное? С такой внешностью и умением себя подать, для тебя это будет очень просто». «Нет», – покачала головой красавица. «Подиум – это не мое. Я хочу поступить в школу стюардесс. Мне небо нравится, хотя на самолете никогда не летало». Так и вышло, как задумала Оля. Поехала в столицу и с легкостью поступила в школу стюардесс. Но для этого семье пришлось продать старенькую дачу и отцовский москвич. «А как же вы теперь без машины-то?» – волновалась Ольга. «Ах, нет дачи-то и машину держать смысла нет. А на работу и на автобусе добраться можно», – махнул рукой отец. «Главное не подведи. Человеком стань». И Оля не подвела. Экономила на всем, чем можно. Снимала комнатушку на окраине, скромно питалась и отказывалась от развлечений и все ради возможности стать лучшей на курсе. Оля брала у руки английского языка, не жалея своих скромных заработков официантки в кафешке. Мало того, вечерами она мыла посуду в ресторане, чтобы заработать лишнюю копеечку. Среди своих сокурсниц она выглядела более чем скромно. В своей простенькой одежде и аккуратно убранными волосами, нетронутыми краской и дерзкой рукой стилиста. Однако педагоги видели в ней огромный потенциал. Поэтому Оля блестяще окончила курс и получила распределение в лучшую летную команду у крупного авиаперевозчика. «Мама, папа, я получила работу, и мне будут платить, кажется, хорошие деньги!» кричала радостная дочь в трубку. «Ох, как мы за тебя рады!» всхлипывала мать. «Береги себя, а мы уж с отцом как-нибудь проживем. Все-таки мы тут вместе, родня рядом, а ты одна в большом городе. Никто чашку супа не нальет, не приголубит. Скорее бы ты замуж вышла и внуков нам подарила. Все ж в своей семье легче, помочь есть кому». «Да что ты, мам!» сказала Ольга. «Не хочу я замуж. Зря, что ли, столько училась. Вот построю карьеру, заработаю деньги, тогда и посмотрим». «Так что я, босса и беременная, на кухне стоять не хочу. К тому же, после беременности легко потерять форму, а восстановить очень сложно». «Ох, ладно, доченька, ты, пожалуйста, уж не тяни, а! Мы ведь с отцом не вечные!» вздохнула мама. С того разговора прошло почти десять лет. Отца не стало. Так и не дождался внуков. А семьи у Ольги так и не появилось. То времени не хватало, то подходящего мужчины не было. Сегодня вечером предстоял тяжелый рейс на север страны. Поэтому она собрала чемодан с теплыми вещами, надела новенькую с иголочки форму, взяла маленькую сумочку, которую носила с собой во время поездок и отправилась на остановку. Оля не хотела отдавать бешеную сумму за такси, так как считала, что это бессмысленная трата денег. Тем более, что она снимала квартиру неподалеку от аэропорта. Знакомые считали ее скрягой. Думали, что ей грех жаловаться на зарплату, но мало кто знал, что Оля копила средства на первый взнос по ипотеке. Вот и на этот раз, проехав несколько остановок в полупустом автобусе, она неспеша направилась к терминалу. «Привет, Оль», — сказал охранник Петр, давно засматривавшийся на красавицу-стюардессу. «Ты сегодня раньше всех. Давай пропуск и проходи в зал для персонала. Сегодня там кофе и печеньки». «Здравствуй, Петь. Как настроение?» — ответила Ольга, машинально нащупывая сумочку. Но с ужасом обнаружила, что сумочки нет. В приступе паники стала шарить по карманам чемодана, прекрасно понимая, что ни за что бы ее туда не положила. Охранник догадался, что произошло что-то нехорошее. Он еще никогда не видел Ольгу такой растерянной. «Ты чего?» «Такой вид, будто ты миллион потеряла», — забеспокоился Петр. «Так и есть, потеряла». Чуть не плача, сказала Оля. «В сумочке моей дорожной нет. А в ней паспорт и пропуск, и банковские карты лежали. Боже мой, телефон тоже. Вся моя жизнь». «Ну, вспоминай, где последний раз ее открывала». Решил помочь охранник наводящими вопросами. «Может, в такси забыла? Тогда проблем нет, звони оператору, и тебе все вернут. Я как-то раз забыл маленького племянника, так вот». Но Ольге некогда было слушать истории про племянников, и она воскликнула, перебив Петра. «Да вот именно, что я в автобусе ехала. А сейчас, пиши, пропала. Уплыла моя сумочка». «Да, жаль», — развел руками охранник. «Но пустить тебя без пропуска я не могу, извини. Тут камера везде, заметят нарушения и уволят меня. А у меня такой кредит». Оля схватилась за голову. Пропуск рейса грозил ей выговором с занесением в личное дело. А это значит, прощая мечта о международных рейсах, ради которых она и работала, как волк, не считаясь личным временем. Оля села в зале ожидания и думала, что бы такого сказать своему начальнику, чтобы избежать наказания. Он был человеком строгим, но все-таки справедливым. Но, как назло, ничего не шло в голову. Оля закрыла лицо руками, чтобы остановить истерику и сосредоточиться. «Тетя, не плачь, возьми сумку». Мальчишка, лет восьми, похожий на бродягу, стоял перед ней и протягивал ее сумочку. Ольга застыла и с удивлением посмотрела на маленького ангела, который каким-то чудом спасал сейчас ее карьеру, висящую на волоске. «Спасибо. Малыш, а откуда она у тебя? Ты понимаешь, что сейчас меня очень выручил». Ольга зарыдала от счастья. «Да не плачь, я же отдал тебе сумку», – удивился мальчишка. «Странная-то какая-то. Вот когда мне что-нибудь дают, я радуюсь. Ты-то чего плачешь? Это Сашка твою сумку своровал и велел мне помалкивать, не то побьет меня». «Как это? Побьет? А как тебя зовут? Где ты живешь? Можешь звать меня тетя Оля», – сказала она. И обняла чумазого малыша. «Я Митька, Самохин», – ответил тот. «А живу с Сашкой в старом домике. Там таких, как я, много. Мы из приюта сбежали. Кто-то из дома ушел, потому что их родители водку пили и дрались. А Сашка-то побьет меня, ведь я обманул. Попросил сумку твою подержать, а сам на следующей остановке выскочил и дропанул, что есть мочи. Я такую форму, как у тебя в кино видел. И сразу понял, что ты на самолете работаешь. А еще ты красивая. Наверное, моя мама тоже такая была. Но только померла. А еще у меня лошадка была маленькая, такая живая. «Как ты, лошадка?» «Ты медь путаешь, наверное, что-то. Пони в квартирах не живут», – улыбнулась Ольга фантазией малыша. «Жаль, конечно, твою маму. Чем я могу тебе помочь за твою услугу? Могу дать тебе денег, хочешь? Нет, денег не надо. Я хочу на самолете улететь», – сказал Митя. «Посади меня на самолет. Долечу до места, а там доберусь сам. Я накопил денежки. Вот адрес. Мне в Новосибирск надо». И Митя протянул клочок бумаги с коряво написанным адресом. Услышав название города, Оля поняла, что этого мальчика послала ей сама судьба. Сегодня рейс их авиакомпании именно туда. К тому же Ольге давно хотелось ребенка, но из-за плотного графика и боязни потерять с трудом приобретенную репутацию, исполнительной и аккуратной бортпроводницы, она не могла себе этого позволить. А тут готовый мальчишка. Причем умный, честный и, что немаловажно, очень даже симпатичный. Да и найти достойного отца для своего малыша в наше время трудно. Кругом маргиналы, любители покутить, да маменьки на сынки, боящиеся принимать самостоятельные решения. И Ольга задумалась, устремив взгляд на плохо одетого парнишку в огромных не по размеру башмаках. Миша стоял перед Ольгой, хлопая своими огромными, как у олененка, глазами, обрамленными густыми ресницами. Он был так мил и беззащитен, что она решилась помочь своему спасителю. Обняла Митю и сказала, «Я помогу тебе, не волнуйся. Тебе повезло. Я как раз сегодня обслуживаю рейс в Новосибирск. И на борту работает хорошая команда и самый добрый в мире пилот, Иван Петрович». «Я начинала с ним летать. Он многому меня научил. Думаю, проблем быть не должно. У нас всегда есть пара запасных местечек для экстренных случаев. Вот только Вера Борисовна очень несговорчива. Но постараюсь ее уломать. И возьмем тебя на борт». «Тогда тебе нужен будет лом. Но лучше все-таки, если ты не будешь драться», рассудительно заметил Митя. «Зачем мне лом? С кем я буду драться?» – удивилась Ольга. «Ну, ты же сама сказала, уломаешь ту тетю. Какая непонятлива это, а?» – ответил Митя. Ольга давно так не смеялась. Объяснив, что значит «новое для мальчика слово», она добавила. «А теперь мы с тобой заглянем в магазин детской одежды. Купим тебе поприличнее вещи. Теплая куртка нужна. Как-никак на север летим». «А разве в аэропорту бывают магазины?» – спросил Митя. «Да здесь все есть», – улыбнулась Оля. И взяла Митю за руку. «Он со мной», – сказал охраннику Петру, когда тот удивленно уставился на мальчика. И Митя попал туда, куда и не мечтал добраться. Вглубь огромного, недосягаемого для маленького бродяги аэропорта. «Ух ты!» Митька крутил головой, рассматривая яркие витрины, электронные табло и самолеты сквозь стекло огромных окон. «Крепче держи меня за руку, тут легко потеряться», – посоветовала Оля. «А вот и магазин». Перед ними предстали стеклянные двери магазинчика «Мир детства». Митя ахнул, распахнув от изумления глаза. Тут было все. И одежда, и книги, а главное – игрушки. Да такие, что он не мог представить даже в своих мечтах. Мальчишка завороженно смотрел на собаку-робота, которая повернула голову, наблюдая за ним, когда мальчик проходил мимо стеллажа. Оля заметила, что Митя восторженно разглядывает диковинку, не смея пошелохнуться. Собака повертела хвостиком и приветственно гавкнула. Митя стоял возле игрушки и ничего не видел и не слышал вокруг себя. Он понимал, у него никогда в жизни не будет такой дорогой вещицы, цена которой больше была похожа на номер телефона. Оле пришлось тащить Митю в примерочную за руку, чтобы надеть выбранные вещи. Все это время паренек находился под впечатлением от увиденного и не проронил ни слова. Он молчал и тогда, когда продавец пожелал ему удачного полета. «Митя, ты хотя бы в зеркало посмотрелся», – сказала Ольга. «Смотри, какой ты симпатичный». Митя машинально посмотрел в зеркало и не узнал себя в нем. «Ой, как красиво! А это дорого!» «Но не дороже денег», – улыбнулась Оля. «Ну вот, можно и в самолет. Наша команда давно уже на борту. Надо спешить». «Постойте», – окликнул их продавец. «Вашему сыну положен подарок за сумму покупки. Вот этот плюшевый щенок мопса». И девушка передала Мите мягкую игрушку, которая точь-в-точь походила на живого песика. Радости ребенка не было предела. Он схватил собачку и прижал к груди. Давно у него не было ничего своего, особенно такой красивой игрушки. «Я назову тебя Клепой», – шепнул Митя игрушечному щенку. «Спасибо большое, тетя». И Ольга прибавила шагу, чтобы успеть до посадки пассажиров. «Ну где ты ходишь, Леонова?» Вера Борисовна стояла у входа и сверлила Ольгу глазами. «А это еще кто?» «Это Митя». «Познакомьтесь, Вера Борисовна. Он с нами летит, ему к отцу в Новосибирск надо». «А кто распорядился? Где его билет?» Не унималась старшая проводница. «Я договорюсь с Иваном Петровичем. Вы ведь сама мать должны понять. У этого мальчика умерла мама. Вера, ему надо помочь», – умоляюще просила Ольга коллегу. «Я-то мать, а вот ты нет. Делай, что хочешь, но только без меня». Поджав губы, процедила Вера Борисовна и ушла. Ольга знала, что Иван Петрович поймет ее. А еще знала, что он недолюбливает эту скандалистку Веру, которая каким-то чудом, а вернее, по протекции своего влиятельного отца, затесалась в их дружную команду. Вера была той самой ложкой дегтя в бочке меда, которая вечно все портила в угоду собственному тщеславию. «Жди тут никуда не уходи, а я пойду к капитану», – сказала Ольга. Узнав, что его все-таки берут, и он скоро увидит долгожданный город, Митя запрыгла от радости и захлопал в ладоши, когда Оля вернулась. Другие бортпроводники улыбались и предлагали мальчишке подкрепиться. И только вредная Вера Борисовна обиженно поджимала губы, отказываясь мириться с тем, что эта выскочка, как она называла Ольгу, опять получила все, что хотела. А потому Вера укрепилась в мысли, что после посадки она уж постарается и поставит на место Ольгу, красоте и удачливости которой она завидовала всеми фибрами своей души. Когда самолет поднялся в воздух, Митя прижал нос к иллюминатору и с восторгом наблюдал, как земля отдаляется, дома становятся крохотными, а река превращается в голубую полоску. «Вот это да, вот это работа, я тоже хочу стать пилотом, пусть о диване меня научат», — во всеуслышание заявил Митя. Стюардесса, проходя мимо, умилялись непосредственности ребенка. Митю завалили вкусностями и напитками, удивляясь его покладистости и добродушию. Все, кроме недовольной Веры, которая смаковала план мести. Когда самолет приземлился, Митя захлопал в ладоши и сказал Клёпе, «Ну вот мы и пролетели, скоро пойдем по городу гулять». «Один ты никуда не пойдешь», — Ольга стояла рядом, а потому все слышала. «Я отчитаю за рейс, и мы с тобой пойдем по нужному адресу. Пожалуйста, ты никуда без меня не ходи, ты можешь потеряться в незнакомом городе, заберут в полицию, сдадут обратно в детский дом». Услышав упоминание о приюте, Митя визжался и кивнул головой. Обратно ему совсем не хотелось. А в аэропорту Ольгу уже ждали неприятности. Вызвали к начальнику аэропорта, где он включил видеосвязь с главой отдела кадров авиакомпании, на которую работала Ольга. «Что вы себе позволяете, Леонова?» — кричал возмущенный босс. «Мне доложили о злостном нарушении с вашей стороны. Вы провели набор чужого ребенка. А если этим заинтересуется полиция, а СМИ раздует из этой истории провокационную статью, вы понимаете, что подставили под удар нашу репутацию. Вы получаете строгий выговор и штраф в размере оклада». Ольга не могла и слова вставить в гневную тираду начальника. Поэтому она уходила из кабинета с опущенной головой и красными от слез глазами. Митя ждал ее там, где она его оставила. Он тихо беседовал со своей игрушечной собачкой и изредка крутил головой в поисках стюардессы. «Хоть кому-то я нужна», — подумала Оля и вытерла слезы. «Ну, наконец-то ты пришла», — с облегчением вздохнул Митя. «А я испугался, что ты забудешь про меня и уйдешь». «Да куда же я от тебя денусь», — улыбнулась Оля. Она почувствовала, что он очень близок ей, а потому еще с большей силой захотела усыновить Митю. Посмотрев улицу по картам на телефоне, Ольга покачала головой. «Да, далековато. Но ничего, поедем на такси, так будет быстрее. Нам еще нужно успеть на обратный рейс». Такси прибыло быстро. Переспросив адрес, водитель ухмыльнулся и сказал. «Так вам надо в Нищенский поселок. Странно, по вам не скажешь». «А что, туда, куда вы нас везете, все так плохо?» Испуганно спросила Ольга и сжала руку Митти. «Сами увидите», — хохотнул таксист. Всю дорогу она ехала в состоянии тревоги. Сомнения голодали ее сердце. Нужно ли туда Митти? А вдруг он увидит то, что напугает его, расстроит? По приезду в назначенный адрес Ольга совсем запуталась, но потом поняла, почему шофер назвал это место Нищенским поселком. Оказывается, это был такой местный юмор, высмеивающий тех, кто здесь жил. Видимо, жители города не верили, что все это можно было заработать честным трудом. Перед взором изумленной Ольги возвышался настоящий дворец. Не хватало только стражу ворот с огромными мечами, хотя и в этом она уже сомневалась. А вдруг они притаились где-нибудь поодаль? И была права. Только подошли к воротам поближе, как открылось оконце, и грубый мужской голос спросил. Вы кто? Чего надо? Я Митя Самохин. Я приехал к папе. Скажите ему, его зовут Рыжов Александр Леонидович. Услышав, к кому направлялся мальчик все это время, Ольга была в шоке. Она не верила своим ушам. Митя, а ты почему сразу не сказал, что к папе летишь? Ты вообще уверен, что это тот самый адрес? Может, ошибка? Они ведь сейчас полицию вызовут, а я не могу так рисковать работой. Мне и без этого сегодня влетело. Да, он тут живет. Мне ребята в интернете посмотрели, и никуда я отсюда не пойду. Я к папе хочу, но неужели непонятно? Может, он больше не злится на меня и возьмет обратно? Наверное, я плохо себя вел, раз он отвел меня в приют и оставил там. А вдруг он искал меня и не смог найти, а сейчас увидит и обрадуется? Ольга схватилась за голову. Она понимала, что от ребенка в свое время явно избавились. И сейчас ему снова сделают больно, потому что со стопроцентной уверенностью она считала, что никто Митю не искал и не собирался этого делать. Мальчишка стоял у ворот и дрожал от волнения, как осиновый лист. Ожидание тяготило. Пять минут показались вечностью. Наконец, ворота открылись, и к Митте с Олей вышел мужчина средних лет. Он явно был недоволен. Увидев паренька, лицо мужчины исказило злоба. «Митька, че тебе тут надо, а? В Москве плохо живется. Вот исполнится тебе восемнадцать, вернешься в свою квартиру. Опека за тобой ее закрепила, так что без крыши над головой тебя мать не оставила. Ну и я, конечно». «Пап, я ведь хороший. Совсем почти не хулиганю. Воспитатели говорят, что я золотой мальчик. Возьми меня к себе, папочка, я буду слушаться. Забери, пожалуйста». Митте ревел на взрыв. А сердце Ольги разрывалось от боли. Она испытывала двоякое чувство. Безграничную любовь к Митте и ненависть к лоснящемуся от богатства Рыжову, который даже не спросил, голоден ли его маленький сын. «Не реви!» – прикрикнул на ребенка бизнесмен. «Кто тебя просил сюда тащиться? Ты мне не нужен. Уходи и свидетельницу свою забери. Ишь, шантажист какой, нашел дурака». «Так как ты смеешь?» – воскликнула Ольга. «Никто тебя не собирался шантажировать, больно надо. Ребенок искал отца, а нашел негодяя, живущего в роскоши, пока сын голодает и скитается по улицам. С таким наглым лицом тебе и не во дворцах жить надо, а на лесоповале. И еще надо разобраться, откуда у тебя такие деньги. Куда налоговое вообще смотрит? Почему к простым людям цепляются, а на миллиардеров глядят сквозь пальцы? Отгородился от людей трехметровым забором? Стыдно, что ли?» Рыжов от слов Ольги побагровил. Выпучил глаза и стал хватать воздух ртом, пытаясь справиться с яростью. «А ну пошли отсюда, нищеброды! Нашлись мне родственнички. Нет у меня сына, нет! Отказался я от него, и ничего я не должен. Если попробуете еще прийти, попрошайки, я на вас собак натравлю». И Рыжов, громко ругаясь, захлопнул ворота прямо перед носом Мити, который в недоумении оглянулся на Олю. Она поняла его безо всяких слов. По лицу мальчишки градом полились слезы. Ребенок горевал. Ведь на его глазах отец отрекся от него раз и навсегда. Митя растирал кулачками мокрые щеки и никак не мог успокоиться. Оле тоже хотелось плакать от жалости и от обиды за Митю, но она с трудом сдерживалась. «Пойдем отсюда, мой хороший!» Ольга присела и посмотрела Митю в глаза. «Хочешь пожить у меня? Ко мне в гости мама должна приехать. Давай ты будешь моим сыном. Я давно мечтала о таком мальчике, как ты. А еще у тебя будет бабушка. Ты будешь моей мамой? Навсегда? И не сдашь приют?» – всхлипывая, спросил Митя, округлив от удивления глаза. «Конечно. Знаешь, как весело мы с тобой заживем!» – радостно воскликнула Ольга. «Я согласен. Я очень хочу быть сыном. А еще у меня никогда не было бабушки!» И Митя, успокоившись, взял свою новоиспеченную маму за руку и бодро зашагал по мостовой. Когда они летели обратно в Москву, то много говорили. Оля сразу сообщила коллегам, что решила стать мамой восьмилетнему Мите, отчего они пришли в восторг и поздравили их обоих. Молчала лишь Вера Борисовна. И не только потому, что вся команда объявила ей бойкот, узнав о предательстве в отношении Оли, но и от того, что ей никогда не было близка чужая радость. Зависть и злость были вечными спутниками Веры. Другие бортпроводники взяли на себя часть обязанностей Оли, чтобы она смогла почаще бывать с сыном, который везде ходил за ней как хвостик. «А хочешь, я скажу тебе правду?» – спросил Мите. «Конечно», – Оля поглазила его по голове. «На самом деле я знаю, почему папа сдал меня в приют. Это обсуждали воспитатели, а я все слышал», – сказал мальчишка. И на глазах у него блеснули слезы. «Моя мама была богатой, и когда она умерла, то папа просто избавился от меня, чтобы не делиться со мной. И мне досталась только старенькая маленькая квартира. И то только потому, что ребенок-сирота должен потом где-то жить, когда выйдет из приюта. А остальное забрал отец. Я думал, он соскучился по мне и боится попросить прощения за то, что предал меня. Вот я и решил сам к нему съездить. Почему он меня ненавидит? Ну что я ему сделал?» Митя грустно смотрел на Ольгу, словно ища поддержки. «Честно, я не знаю», – призналась она. «Люди разные бывают, добрые, не очень. Но скажу тебе только одно. Я так с тобой не поступлю, никогда не брошу. Завтра же пойдем в детский дом и скажем, что ты будешь жить у меня. Думаю, они уступят нам. Ведь это лучше, чем бродить по городу в плохой компании». «Я согласен», – кивнул головой мальчишка и обнял Плюшеву клепу. По возвращении самолета всю команду отпустили на выходные. Коллеги, прощаясь с Митей, звали его в гости. Чему мальчуган был очень рад, а Оля была благодарна товарищам за поддержку. «Ну что, домой?» – весело сказала она, глядя на Митю. «Домой», – эхом отозвался мальчишка и улыбнулся. Ему все еще не верилось, что он обрел семью. Ольга снимала просторную квартиру с видом на парк. Рядом была оборудована современная детская площадка, чему мальчишка был несказанно рад. Еще больше восторг у него вызвал лифт. Ольге пришлось оттаскивать его от кнопок, иначе они бы так и катались туда-сюда между этажами. Дверь открыла Нина Степановна. «Мама». Увидев незнакомого паренька, она очень удивилась, но так как была интеллигентной женщиной, виду не подала. «Здравствуй, бабушка», – выдал счастливый Митя, на что Нина Степановна вопросительно посмотрела на дочь. «Мам, знакомься, твой внук Митя», – сказала она. «Я вчера нашла его в аэропорту, точнее, это он меня нашел и спас от увольнения, но это долгая история, потом расскажу». Нина Степановна замерла от неожиданности, а потом медленно села на пуфик в прихожей. Митя-ка стояла и не знал, как быть, то ли огорчаться, то ли радоваться, но волноваться ему не пришлось. Нина Степановна вдруг обняла худенького мальчишку и с легкостью взяла его на руки. «Как же я тебя ждала?» – новоиспеченная бабушка не могла сдержать слез. Она понимала, что перед ней ребенок с тяжелой судьбой, скорее всего, сирота. «Прямо обо мне мечтала?» – удивленно спросил он. «Ну, конечно», – улыбнулась Нина Степановна, и в уголках ее глаз образовались морщинки-лучики. «Какие бывают лишь только у добрых людей». «Ой, бабушка, тебе ж тяжело, я большой!» – спохватился Митя, обняв пожилую женщину за шею. «Да ничего, своя ноша не тянет», – ответила Нина Степановна и крепко прижала его к груди. Ольга стояла, прислонившись к дверному косяку, и только сейчас поняла, как сильно устала. «Так, вы тут знакомьтесь, а я иду спать», – сказала она, и погрузилась в приятную темноту своей спальни. Пока Оля отдыхала, Нина Степановна и Митя успели подружиться и уже вместе готовили обед. Поэтому, когда Оля пришла на кухню, то удивилась той идиллией, что царила между мамой и Митей. Словно они на самом деле всю жизнь были бабушкой и внуком. После обеда мальчишка отпросился погулять и пообещал, что со двора никуда не уйдет. Это было на руку Ольги, ведь она хотела поговорить с мамой с глазу на глаз. «Ну, рассказывай», – с нетерпением сказала Нина Степановна, когда за Митей закрылась входная дверь. Оля в деталях поведала о событиях последних суток, не забыв упомянуть о некрасивом поступке Веры Борисовны. «Да, ситуация», – размышляла мать. «Надо документы собирать на усыновление. Но это же не проблема. А вот что делать с таким огромным штрафом? Тут я тебе не помощник. У меня даже накоплений таких нет. А это ваша вера, тоже хороша. Но надо же додуматься настучать начальству и тем самым передать всю команду. И как она после такого работать вместе с вами собирается». «Ох, мам, меня сейчас не это волнует», – сказала Ольга. «Хотелось бы узнать, почему родной отец избавился от сына, сослав его в детский дом. Но должна же быть причина. Нужно что-нибудь узнать про этого типа». «Ох, да как ты узнаешь? Для этого связи нужны». Пожала плечами Нина Степановна. «Погоди, кажется, я знаю, кто может помочь», – воскликнула Ольга. «Месяц назад одному генералу во время полета стало плохо от приступа астмы. А ведь нас учили, как действовать в таких случаях. Ну и пока все стояли, родянув РТ, я спасла его. Как сейчас помню. Этот мужчина дал мне визитку, сказал, что могу обращаться к нему в случае проблем. Так, где же она?» Ольга порыл из сумочки и достала оттуда картонку, где было написано звание, фамилия и номер телефона спасенного ее человека. Оле не хотелось терять ни минуты, и она набрала указанный на визитке номер. Трубку взял мужчина и басом спросил. – Генерал Архипов, слушаю. – Добрый вечер, Олег Львович. Это Ольга. Помните меня? Я стюардесса с рейса Москва-Нижний Новгород. Очень нужна ваша помощь. Она заметно волновалась. – А, Олечка, ну конечно же я вас помню. Как забыть человека, который тебе жизнь спас? Помогу, как и обещал. Что случилось? Описав в деталях историю Митти, она спросила. – Можно как-то подробнее узнать, кто такой этот Александр Рыжов и почему он упорно отказывается от своего ребенка, хотя имеет материальную возможность, такую, которой другим и не снилось. Хотелось бы узнать его мотивы. – Я услышал. Как все разузнаю, сообщу. Да, история запутанная. – Спасибо. Она была рада, что на ее стороне оказался такой могущественный союзник. Когда Митти вернулся с прогулки, Оля была в хорошем настроении. Они поужинали втроем. И Митти напросился мыть посуду. – Разве тебе это интересно? – удивилась Нина Степановна. – Ты же еще ребенок, которому нужно играть, немного шалить, но никак не на кухне с бабушкой сидеть. – Знаешь, бабуль, а я ведь никогда посуду не мыл. – резонно заявил Митти. – Повара в приюте нам не давали в воде возиться. Говорили, что им некогда за нами следить. А где еще-то научиться? – А действительно, где? – призадумалась Нина Степановна. – А потом говори, молодежь у нас плохая. Хорошая у нас молодежь. Так, внучок, идем, я сейчас тебя всему научу. Пока довольные Митти и радостная бабушка возились на кухне, Ольга достала портфель с документами и начала отбирать нужный, чтобы подать в отдел опеки. Вдруг раздался телефонный звонок. Ольга подумала, что это новости об отце Мите. – Олег Львович, как дела? – воскликнула Ольга, но радость ее моментально исчезла, когда она услышала, кто говорит. А говорили явно через платок, до неузнаваемости изменив голос. – Плохи твои дела. Отстань от пацана. Верни его в детдом, иначе пожалеешь! – хрипел мужчина, а потом быстро положил трубку. – Кто это говорит? Ольга стояла, как громопораженная. Еще никогда в жизни ей так не угрожали. Это ее разозлило. И она лишь укрепилась в желании усыновить Митю как можно скорее. Она решила никому не рассказывать об угрозе, боясь травмировать Митю и маму. – Митенька, без меня никуда не выходи, – сказала Ольга. – Завтра с тобой пойдем в детдом договариваться об усыновлении. – Ура! – воскликнул Митя и прижался лицом к фартуку Нины Степановны. Мальчишка плакал, но в этот раз от счастья. Не вытерпела душа и у Нины Степановны. Новоиспеченная бабушка тоже залилась слезами. – Да ладно вам реветь! – с улыбкой сказала Ольга. – А то еще пирожки свои пересолите. Давайте-ка чай пить. Оля старалась забыть жуткий разговор и переключилась на общение с родными. Час был поздний, а потому наступила пора ложиться спать. Мите выделили собственную комнату, отчего мальчишка был в полном восторге. На следующее утро Ольгу разбудил не будильник, а голос Мити. – Тетюль, вставай! Пойдем в приют меня усыновлять! – Так сейчас еще пять утра! – спросонни, ответила она. – Там кроме няни и сторожа никого из взрослых и нет. Давай поспим еще пару часиков и будем собираться. И можешь звать меня мамой, если что. – Я пока не могу! – вздохнул Митя. – Ну ладно, спи! – сказала Ольга и повернулась на другой бок. Она уснула и не заметила, как Митя прилег рядом и свернулся калачиком. Он не мог назвать ее мамой, но давал понять, что любят ее. Через пару часов Нина Степановна их так и нашла, спящими под одним одеялом с игрушечным песиком посередине. Картина была настолько умилительна, что не хотелось будить. Зато это сделал безжалостный будильник. После вкусного завтрака и быстрых сборов Митя и Оля отправились в приют. Ребята, увидев товарища, облепили его и рассматривали его новой вещи и клепу, которого предусмотрительный мальчишка не выпускал из рук. А Оля направилась в кабинет директора. Им оказался пожилой мужчина с добрым лицом. Выслушав доводы, он улыбнулся. – Да не волнуйтесь вы так, Ольга Дмитриевна. Я не против, чтобы Митя у вас пожил до усыновления. И не подумайте, что я хочу побыстрее от него избавиться. Просто так будет для него лучше. Пусть окунятся в домашнюю среду. А с моей стороны, обещаю полное содействие. Это и в моих интересах, чтобы наши воспитанники обрели счастье. – Спасибо, Людвиг Аскольдович. Не ожидала, если честно, что все будет так, по-душевному. Пойду сообщу ваше решение Мите. Он переживает. И Ольга выпорхнула в коридор на крыльях счастья, готовая расцеловать весь мир. Митя сразу все понял по ее довольному виду и улыбнулся. Он посмотрел на своего клепу, о чем-то задумался и отдал любимца новенькому мальчику, грустно глядящему в окно. – Возьми собачку. Это клепа. Он мне очень помог. И тебе поможет. Мальчишка осторожно взял игрушку, словно она была живая, и крепко прижал к груди. Впервые за долгое время он улыбнулся и благодарно кивнул. Домой Митя шел полный гордости и счастья. Он крепко сжимал руку Ольги и хотел поскорее увидеть бабушку. – Радость-то какая! – всплеснула руками Нина Степановна, узнав решение директора приюта. – Это надо отметить. – И еще, дочь, тебе с работы звонили. Сказали срочно приехать и что-то подписать. Какие-то изменения, что ли, я не поняла. Ольга тут же отправилась в аэропорт, а Митя с бабушкой остались дома. Нина Степановна хотела сегодня научить внука печь блины. И вскоре на кухне стало жарко даже при открытом окне. А потому Митя уговорил в конце концов бабушку отпустить его немного погулять. Так и поступили. Он ушел во двор, а бабуле осталось допекать блинчики. По дороге Оля позвонил генерал Архипов. – Ну что, Оленька, готова получить информацию? Докладываю. Гражданин Рыжов на самом деле не отец Мити Самохина. Отчим. Женился на матери мальчика пять лет назад, за год до ее смерти. Но фамилию ей свою не дал. Анна Самохина, мать Мити, вскоре после замужества заболела и умерла. Но отчим и избавился от Мити, сдав его в детдом. Причем все имущество Анны он еще при ее жизни переписал на себя. Будто знал, что та покинет этот мир. Мальчишка в итоге остался без наследства. Темная история. Я порычу своим людям в ней разобраться. К тому же физически у Мити Самохина отца нет. – Как это? – удивилась Ольга. – Обычный ЭКО, – ответил Олег Львович. – Биоматериал отца взятый из специального банка одного ЭКО-центра, так что имени донора в карте матери нет. – Вот это новости. – Интересно. А почему Рыжов не сказал Мите, что он не отец ему? – удивилась Ольга. – Жадность. Обычная человеческая жадность. – заключил Олег Львович. – И чует мое сердце, этим все не обойдется. – Если что, держите меня в курсе. По прибытии в аэропорт оказалось, что никто Ольгу не вызывал. – А кто мне звонил? – спросила она у начальника, но тот лишь развел руками. Ольга вернулась и обнаружила заплаканную маму. – Оленька, Мити нигде нет. Я за ним спустилась на площадку, а дети сказали, что он побежал за мячиком и не вернулся. – Может, опять сбежал? – вытирая опухшее от слез лицо, сказала Нина Степановна. – Да быть не может. Я же сказал, и не ходить ему одному. Ольга вспоминала утренний звонок с угрозами. – Неужели Митю похитили? – Но кто? – Она выбежала на площадку. Дети, как ни в чем не бывало, играли и весело шумели. – Ребят, вы не видели здесь мальчика в синей курточке? Ему восемь лет. Он тут новенький, я что-то найти его не могу. – спросила Ольга у стойки ребят. Те отрицательно помотали головами и продолжили игру. Она же села на скамейку и закрыла лицо руками. Не понимала, почему на нее столько всего свалилось. Руки тряслись от стресса, а голова совершенно перестала соображать. – Тетенька, а вы Митю ищите? Возле нее стояла малышка с большими бантами. – Да, – откликнулась она. – Ты его видела? – Видела, – кивнула девочка, а бантики качнулись в такт. Мы с ним мяч играли. А потом я сильно пнула и мячик закатился вон в те кусты. Я хотела сходить за ним, а Митя сказал, что он мальчик и должен помогать девочкам. Ну вот побежал туда, а обратно не пришел. Я звала его, звала, а его не было. И я стала плакать. Потом хотела все рассказать его маме, а не знала, в какой квартире он живет. Я опять стала плакать. – Это ты его мама? – Да, – сквозь слезы улыбнулась Ольга забавному рассказу. – Спасибо тебе. – То не за что, – ответила девочка. – А если ты его найдешь, не ругай сильно, ладно? – Ладно, – ответила Ольга и побежала в ту сторону, куда показывала малышка. Кусты, куда закатился мяч, находились у самого края проезжей части. – Если бы его сбила машина, то были бы следы крови. Приехала бы полиция, скорая, а тут – ничего. – Значит, похитили. – Бедный Митя, – подумала Ольга и снова набрала номер генерала Архипова. Ожидание было утомительным. И чтобы не сойти с ума от паники, она вернулась домой. В квартире пахло валерьянкой, а Нина Степановна сидела на диване с компрессом на лбу. – Ох, доченька, как же я виновата. Не послушалась тебя. Вот и поели блинчиков. А Митенька и так их хотел. И Нина Степановна снова залилась слезами. Оля испугалась за состояние мамы и через силу улыбнулась, чтобы хоть как-то успокоить ее. Не плачь, Митю уже ищут. Нам помогает один мой знакомый. Давай свои блинчики. Зря, что ли, у плиты стояла. Хотя у Оли не было аппетита. Она заставила себя поесть ради мамы. Нина Степановна немного оживилась и успокоилась после слов дочери. Вечером позвонил Олег Львович. Оля бросилась к трубке. – Оказывается, Рыжов уже в Москве. Это выяснили мои сотрудники. Полиция проводит обыск в доме, где раньше жил Митя с матерью и отчимом. Я уже выслал за тобой машину, ты нам нужна. Сейчас я нахожусь на месте, идет допрос Рыжова. Ловко уворачивается от ответов. Говорит, что не видел мальчишку четыре года. Нужно прижать его к стенке, он что-то явно не договаривает. – Спасибо, я приеду! – воскликнула Ольга и начала собираться. Она чувствовала, что наконец-то все должно разрешиться от тайн, которыми покрыта судьба ее приемного сына. Вскоре за ней приехала машина. И уже через полчаса они были на месте. Дом, где раньше жил маленький Митя со своей мамой, отличался роскошью. Это было здание, стилизованное под замок. У Оли замерло сердце от вида миниатюрных башенок и высокого кованого забора. Возле ворот стояло несколько полицейских машин. Олег Львович вышел встречать ее и предупредил. – Держите себя в руках, когда увидите Рыжова. Если вы будете нервничать, то все дело можно провалить. – Хорошо, – пообещала она. Как оказалось, предупредили ее не зря. При виде Александра, вальяжно расположившегося на парчевом диване, злость вскипела в ее груди. Но увидев предостерегающий взгляд генерала, она попыталась успокоиться. Увидев Ольгу, занервничал Рыжов. Он покраснел и сделал вид, что не знает ее. – Вы узнаете этого мужчину? – спросил следователь Ольги. – Да, это отчим Митти, моего будущего приемного сына. Я оформляю документы на усыновление, а пока мальчик живет со мной, – пояснила она. – Не знаю я ее. Первый раз вижу. И мальчишку не видел четыре года. Зачем мне чужой ребенок? – не сдержался Рыжов. – Вот фото, где вы стоите вместе с Митей несколько дней назад у дома в Новосибирске. И Ольга показала снимок на телефоне. – Когда успела? Кто тебе вообще давал разрешение на съемку? – орал Рыжов. – Где мальчик? – грозно спросил генерал. – Да нет у меня никакого пацана! – орал Рыжов. – Товарищ генерал! – обратился к Архипову один из полицейских. – Мы обыскали все от комнаты до подвала. Ребенка здесь нет. От этих слов у Ольги душа ушла в пятки. Жив ли ее малыш, который встал на пути богача-преступника? Она машинально окинула взглядом гостиную и обнаружила то, что наполнило ее сердце надеждой. На полу у камина лежал маленький бумажный журавлик. Точно такой, какой мастерил Митя и учил ее, Ольгу. Тогда у нее вышло криво, а мальчишка заливался от смеха. – Вы увлекаетесь орегами? – обратилась она к Рыжову. – Че мне? Делать нечего, как бумажки складывать? – фыркнул он. – А еще здесь кто-нибудь живет, кто может этим увлекаться? – настаивала Ольга. – Нет, тут больше никого. – Что за дурацкие вопросы, дамочка? – нервно хихикнул Рыжов. Олег Львович внимательно слушал их диалог и, кажется, понимал, к чему ведет Оля. Она подняла с пола журавлика и отдала в руки генералу. – Митя здесь. Он это делал. Он меня этому учил. Когда Олег Львович развернул бумагу, то увидел внутри детский рисунок и подпись «Митя С». Ольга окинула взглядом огромную гостиную. Вдруг ее внимание привлек стеллаж с книгами. Одна книга была выдвинута как раз на уровне глаз. Она подошла к полке, вставила книгу на свое место и тут же что-то тихонько щелкнуло, а стеллаж отъехал от стены. За ним была дверь с массивной ручкой. Ольга нажала на нее и дверь без скрипа распахнулась. А там была маленькая, тускло освещаемая комната, набитая пластиковыми чемоданами и железными ящичками. Среди этого барахла на диванной подушке сидел заплаканный Митя. Увидев Олю, он еще больше расплакался. – Мама, мамочка, ты меня нашла? Ольга схватила его на руки, а он так вцепился в нее ручонками, словно сейчас его будут отбирать. Эту душераздирающую картину наблюдала вся опергруппа. Видавшие виды взрослые мужчины отворачивались, скрывая слезы. Олег Львович похлопал Митю по плечу. – Молодец! Ольга почувствовала, как любит этого малыша, с которым так жестоко обошлась судьба, послав на его пути такого, как Рыжов. Когда полицейские обыскали тайную комнату, то обнаружили множество ценных бумаг, наличные деньги и драгоценности, а самое главное – завещание на имя Митя Самохина, написанное его матерью перед кончиной. В нем говорилось, что все наследство переходит ее сыну, а пока тот не достигнет совершеннолетия, управлять имуществом Митя будет его опекун. Кроме того, там же был найден пузырек с непонятным веществом. Экспресс-экспертиза определила в нем сильнодействующий яд, который быстро разлагается в теле жертвы. – Александр Леонидович Рыжов, – сказал Олег Львович, самолично заковывая под лица в наручники. – Вы обвиняетесь в краже ребенка при своении чужого имущества и преднамеренном убийстве вашей жены, Анны Самохиной. Тот, словно язык, проглотил от шока. Он не ожидал, что его грязные делишки так быстро раскроют. Ему грозил большой тюремный срок. – Спасибо, Олег Львович, – сказала Ольга. – Вы нас спасли. – Работа у нас такая, – улыбнулся генерал. – Несешь кабинет, штаны протирать. Вас отвезут домой. – Наверное, бабушка мест себе не находит. Когда Митя и Ольга вернулись, Нина Степановна была вне себя от счастья. Она обнимала, целовала внука, заодно проверяет, цел ли он, не ушибся ли. – Бабуль, я в порядке, только кушать хочется, – смеялся Митя. – Ой, да что же это я, – воскликнула Нина Степановна, и на столе тут же появились блины, супы, котлеты с картофельным пюре. Только сейчас и Оля поняла, как голодна. Все принялись за еду, а потом еще долго разговаривали. И счастливее этой семьи, казалось, не было на всем свете. На следующий день Ольга пошла к адвокату, которого ей посоветовал Олег Львович. Тот взял необходимые документы и принялся за оформление усыновления. Ждать долго не пришлось. Тем более, что директор приюта Людвиг Аскольдович принимал в этом процессе самое непосредственное участие. И вот суд постановил, что Ольга теперь по праву мать Мити Самохина. Она вступила в правоуправляющий наследством своего маленького сына и очень бережно относилась к деньгам. Старалась их приумножить по совету того же адвоката, который был нанят работать на их семью. Они вместе с Ниной Степановной, которая осталась ради внука, переехали в дом с башенками. Митя потихоньку вспоминал свою прежнюю жизнь. Рассматривал фотографии с мамой и немного грустил. Однажды в один из таких вечеров он услышал тявканье. «Это что? Собака-робот? Та самая из магазина?» – воскликнул Митя. «Нет, милый, это настоящее!» – улыбнулась Ольга. Грусть мальчишки как рукой сняло. Однажды, когда Оля с Митей и Клёпой гуляли в парке, на глаза им попался молодой мужчина в инвалидной коляске. Он продавал деревянные игрушки, сделанные своими руками. По его внешнему виду было заметно, что человек этот бедствует и, скорее всего, ведет бродячий образ жизни. «Мам, а давай купим деревянного человечка у того дяди?» – попросил Митя и потянул Ольгу за руку в сторону бездомного. Но не успели они подойти, как какие-то малолетние хулиганы стали пинать игрушки и хохотать. «Эй, а ну, брось отсюда, а то полицию вызову!» – крикнула Ольга. Хулиганы разбежались. А мужчина принялся собирать сломанные игрушки с земли, наклоняясь с трудом. От обиды по его щекам текли слезы. «Дядь, не плачь!» Митя погладил его. «У тебя ножки болят, да?» «Сколько стоят ваши игрушки?» «Я их все покупаю», – сказала Ольга, чтобы хоть как-то помочь бедолаге. Ей стало жаль его. «Не надо покупать. Я бесплатно дам игрушку. Она одна только целая осталась», – ответил мужчина и отдал Митя веселого деревянного человечка. Он взял игрушку и с удовольствием ее рассматривал. Ольга помогла бродяге собрать части деталей и вышло так, что они задели одну и ту же игрушку, соприкоснувшись руками. Бродяга поднял глаза и встретился с Ольгой взглядом. «Такое доброе лицо! Такие голубые глаза!» – подумала Оля. «Да, красивое!» – в то же самое время подумал бродяга, а вслух сказал. «Спасибо. Редко доброта сочетается с такой внешностью». Ольга была польщена. Она решила помочь, ведь, похоже, мужчина оказался в очень сложной жизненной ситуации. «Меня зовут Ольга, сын Митя. Тебя как зовут?» «Я Иван. Будем знакомы. Может, пройдемся? Ну, то есть вы пройдетесь, а я прокачусь!» – засмеялся он. «Давай!» – согласилась Ольга. – А давно ты так? Ну, извини, что спрашиваю. «Да ничего», – ответил Иван. «Раньше таксистом работал, а потом из-за одного пьянчуги за рулем попал в аварию. Все сгорело в машине, все документы. Без бумажки ты букашка. Так говорят». Через месяц меня бросила невеста. Пенсии по инвалидности не хватает, чтобы снять даже самый дешевый угол. Вот и ночую где придется, хотя спина очень болит с тех пор. «А что врачи сказали?» «А что они скажут?» «Денег давай тогда на ноги поставим. Но откуда у меня столько? Я не богач». Митя шел рядом и внимательно слушал рассказ. А затем подошел к маме и шепнул ей на ухо, пока Иван ехал впереди. «Мам, давай ему поможем. Дядя Ваня хороший, он игрушку мне подарил». Ольга согласно кивнула и сказала Ивану. «Послушай, мы тут посоветовались с сыном и хотим тебе помочь. Оплатим операцию и реабилитацию. А кроме того, можешь пожить у нас. У нас все равно домик для гостей пустует. И с документами поможем». «Зачем вам это?» Иван остановил коляску и удивленно смотрел на женщину с ребенком, которых видел первый раз в жизни. «Сама не знаю. Пожалу плечами Оли. Может, потому что у меня жизнь была раньше не сахар, а Митя так вообще из приюта. Чувствую, что нужно помочь и все. Ты против?» «Конечно, нет», – улыбнулся Иван. Когда он увидел домик Митя и Ольги, то был шокирован. Его поразила красота выбранного места, на котором стоял замок с уловной сказки. Ольга и Митя помогли ему обустроиться. Иван же не сидел без дела. Ловко управлялся с хозяйством своих друзей, так как кое-где все же требовалась мужская рука. Вскоре Ивана прооперировали. Он не верил своему счастью, когда делал первые шаги. И все это время рядом с ним была Оля. Также их навещал Олег Львович, который помогал восстанавливать документы Ивана. «Вот твой паспорт и водительские права на имя Ивана Резникова», – сказал Олег Львович. «Осталось изменить твои данные во всех базах, чтобы путаницы не было. Я лично за этим прослежу». «Спасибо, вы столько для нас сделали», – сказала Оля. «Мне не сложно. Ведь без тебя я бы не смог здесь стоять», – ответил Олег Львович. После того, как он ушел, в палату к Ивану заглянул лечащий врач и сообщил, что через два дня будет выписка. Иван радовался, как ребенок. Он был благодарен Ольге за ее бескорыстие и осознавал, что влюблен. «Но как сказать об этом?» – думал Иван. «Кто она и кто я?» Но не знал влюбленный, что Ольге он понравился с первого дня. Она тщательно скрывала свои чувства. Вскоре Иван вернулся из больницы. И Оля устроила грандиозный ужин. Поводом стало не только выздоровление Ивана. Когда все собрались за столом, в том числе и Олег Львович, Ольга торжественно заявила. «Можете нас с Митей поздравить. А вот новое свидетельство о рождении сына. Я вписана туда, как его мама, представляете? Теперь это не какое-то постановление суда, а настоящий документ. Жаль, только в графе отец стоит прочерк. Но я буду Митей и за маму, и за папу». «Эх, знать бы кто мой папа. Тяжело быть мальчиком из пробирки», – сказал Митя. «Далеко ходить-то и не надо. Твой отец сидит напротив тебя, дружок», – сказал Олег Львович. «Одна из медицинских баз выдала, что Иван девять лет назад единожды был донором в экоцентре. Именно его клетки использовались для матери Мити». «Да. Однажды знакомый генетик попросил меня стать донором для одинокой женщины, и я согласился». Иван был в шоке и смотрел на удивленного до глубины души Митю. «Значит, это мой сын?» «Так точно», – улыбнулся Олег Львович. Оля сидела, как громом пораженная. Она не ожидала, что тайна отца Мити так быстро откроется. «Сынок», – тихо позвал Иван, – «да я тебя обниму». «Видно, не зря вы тогда не прошли мимо. Похоже, судьба была нам с тобой встретиться». Митя подбежал к отцу и крепко его обнял. «Папа, не бросай меня, пожалуйста». «Да куда ж я теперь от вас уйду, если люблю вас обоих?» И тут Иван понял, что проговорился. Оля покраснела, как свекла. Олег Львович тихонько хохотнул в усы. «Ну что ж, если не будете против, то я был бы не прочь быть воленьки посаженным отцом». «Олег Львович, да что вы такое говорите?» – запинаясь, сказала Оля. «Думаешь, я не вижу, как ты на него смотришь. Как плакала, когда он в реанимации после операции лежал. Теперь уж и я к вам привык. Терпите меня. Я вот тоже одинок. Тянет потому вашу семью. А если она расширится, то я буду просто счастлив». Нина Степановна не могла произнести ни слова. Ее переполняли чувства. Еще бы. Недавно они были с дочкой вдвоем. А теперь станут большой счастливой семьей. Через три месяца свершилось значимое событие – свадьба Ольги Ивана. Торжество было скромным. Его решили провести в большом саду у дома. Позвали только самых близких и коллег. Кроме Веры Борисовны. Ольги Ивановны. Потому что никто не хотел видеть ее кислую физиономию. Олег Львович собственноручно передал невесту жениху. «Иван, дарю тебе твое счастье. Береги его». Ваня протянул руку Оле и она поняла. Теперь, наконец-то, у нее есть надежная опора в жизни. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для вас одно простое действие, но для меня это крайне важно. Спасибо заранее и всего доброго! Поехали! Продолжение следует...